Итак, еще некоторое количество задач, которые достались математике в наследство от самых давних времен. Снова берем машину времени. Фигачим туда. 2500 лет назад. Построение с помощью циркуля и линейки. Сейчас я расскажу про четыре великих задачи, которые не дались древним математикам, оказались им не по зубам. Однако после величайшей математической революции конца 18-го, начала 19-го веков, которая связывается с именем Эвариста Галуана, но на самом деле до него работало еще десяток гениальнейших математиков. И вот после того, как произошла эта революция, все эти задачи были полностью раздолбаны под орех. Кроме одной, про которую я чуть позже отдельно скажу, которая вышла тоже естественным образом на некоторую замечательную теорему про свойства чисел π и е. Ну давайте по порядку. Во-первых, да, примерно 800, вот эта теория Галуа уже умер в этот момент, вот это где-то 1830-е годы, все завершилось. 200 лет назад завершилась величайшая математическая революция, и с тех пор математика приняла совершенно новый облик. Все, что сегодня делают современные математики, оно, в общем, как бы язык наследован из записи Эвариста Галуа и продолжения его идей. Отлично, поехали. Что же хотели делать древние? Древние хотели строить конструкции, в которых участвуют прибор, рисующий окружность и прибор, рисующий прямую. Прибор, рисующий окружность, устроен так. Вы ставите куда-то точку, делаете какой-то раструб, например, известного радиуса, если вам дана какая-то еще точка на плоскости, уже есть две точки, вы можете провести окружность центром одной из них, радиусом расстояния между ними. Ну, а прямую тоже, соответственно, если даны какие-то две точки, вы можете провести прямую, которая их соединяет. Также вы можете там случайным образом какие-то ставить точки на плоскости, проводить какие-то конструкции через эти случайно выбранные точки. Важно, чтобы задача, которая вам поставлена, была разрешена с помощью доказательной геометрии. То есть вы могли бы доказать, что последовательность проведения окружности и прямых не зависит от того произвола, который был посередине, когда вы сказали, там, возьмем произвольную точку здесь, проведем вот так, потом возьмем точку пересечения здесь, проведем вот так, потом проведем такую окружность. И вот то, что получится вот здесь, удовлетворяет требованиям поставленной задачи. И нужно, чтобы все произвольные вот эти конструкции в результате все равно сводились к одной и той же нужной вам точке. И это отдельная история, всегда это доказывать. Ну и вот, что умели древние? Ну, много довольно умели проводить прямые углы, там, опускать перпендикуляры, поднимать из прямой перпендикуляр, отделить угол на две равные части. Вот, кстати, как это делается. Возьмем произвольный радиус, сделаем так, и потом тем же радиусом нарисуем две окружности. Так и так. Вот. Мы всегда попадем на бисектрису, после чего мы можем соединить с вершиной угла. Но если я взял, как бы, другой какой-то радиус и построил эту конструкцию другим радиусом, ну, я получил другую точку, но она тоже лежит на бисектрисе. То есть, видите, можно всегда доказать, что то, что получится при произвольном выборе, всегда обязательно падает на бисектрису. Произвольность становится необходимостью. Вот. Значит, это умели делать. Ну, умели там, скажем, строить квадрат правильный, но из этого следует строить. Правильный шестиугольник — это довольно простая штука. Ты просто берешь окружность какую-нибудь, запускаешь ее радиусом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У вас как раз получается шестиугольник. Но заодно треугольник получился правильный, да? Вот. Пятиугольник умели правильно истроить, что уже совершенно нетривиально. Конструкция даже та, которую они сочинили, была непростой. Включает в себя то, что называется золотое сечение. И мы, конечно, пройдем это дело. Я расскажу про то, что умели древние и как. Сейчас-то про пятиугольник очень подробно мы поговорим. Вот. А, собственно, главное, что я хочу сказать, это чего они не умели. Чего не умели. Они не умели четыре задачи. Точнее, из этих, как бы, четырех задач две они совсем-совсем не умели. Они четко сформулированы. А в двух умели какие-то частные случаи. Значит, задача номер один. Говорят, что где-то в Древней Греции боди увидели, как висит золотой куб для этих богов сделанный. И сказали, удвойте его завтра с помощью циркуля-линейки. Люди взяли и удвоили. Тупо удвоили все стороны. Ну, стороны удвоили. Боди пришли, похохотали и сказали, вы не удвоили куб, а увосьмерили. А надо удвоить. И люди поняли, что речь идет об объеме. То есть, что нужно построить кубик, который будет ровно вдвое большего объема. А по стороне, соответственно, различие будет значительно меньше, чем в два раза. Ну, и, как бы, естественно, кто знает алгебру, понимает, что речь идет о том, чтобы построить, имея единичный отрезок, научиться строить отрезок, который имеет длину корень кубический из двух. Не квадратный, а кубический корень из двух. Вот. И вот эта задача, она оказалась совершенно не по зубам. Ее не решили. В древнем мире. Вторая задача. Дан квадрат. Извините, дан круг. А нужно нарисовать циркулем линейки квадрат той же площади, что этот круг. Ну, опять же, забегая вперед, ну или просто, кто знает, немножко математику. Если здесь у этого квадрата там была единичная сторона, то какая сторона будет здесь? То есть что требуется? Вот у меня есть этот круг, значит, есть вот этот вот отрезок, можно его обозначить за единицу. И задача ставится увеличить его в какое количество раз? Ну, в такое, чтобы здесь была такая же площадь. Но площадь квадрата равна квадрату стороны, а площадь круга равна πr квадрат. То есть в данном случае площадь круга равна π. И нужно, чтобы это было равно квадрату какого-то числа. То есть надо строить корень из π. Ну, когда мы будем этим заниматься, мы поймем, что извлекать квадратный корень и возводить в квадрат отрезки с циркулем линейкой всегда просто, без проблем, совершенно можно делать. Поэтому вопрос просто в том, чтобы построить отрезок длины π. Вот если вы умеете корень из π строить, то довольно просто построить отрезок длины π. И наоборот, имея отрезок длины π, легко построить корень из π. То есть, иными словами, здесь задача просто построения числа π. Тут была задача построения числа корень кубических из двух, здесь задача построения числа π. Вот эта задача ждала дольше, чем до 1830 года, в силу непонятной арифметической структуры этого страшного числа. Об этом чуть позже. Задача номер три. Дан угол. Надо провести трисектрису, то есть разделить его на три равные части. Здесь иногда бывает, что можно, например, 90 градусов, можно разделить, получить угол в 30 градусов, без проблем. Но, например, 30 градусов, как ни пытались, разделить на три равные части не удалось. Доказуемой процедурой нанесения окружностей прямых, такой, что всегда приводит к делению данного угла, произвольного угла, ну, конкретного даже угла в 30 градусов на три равных части, не удалось построить такой процедуры. Ну и причины опять, причины вскрылись в, как обычно, причины вскрылись в арифметической природе некоторого числа, конкретно синуса 10 градусов. Если мы умеем встроить угол в 10 градусов, то понятно, что проведя окружность радиуса 1, вы получите синус 10 градусов. Ну и наоборот, имея возможность построить отрезок длины синус 10 градусов, вы можете отложить его перпендикулярно данной стороне какой-то, какой-то прямой вверх, провести параллельную прямую, провести, значит, окружность, и вы получите угол в 10 градусов здесь. То есть это эквивалентная друг другу задача. И их тоже древние не умели решать. Ну и, наконец, самая красота — это многоугольники. Построить правильный n-угольник при, ну, так сказать, при как можно большем количестве сторон n, при как можно большем числе возможных вариантов. То есть научиться строить как можно больше правильных n-угольников. Ну вот при n равно 3 умели, при n равно 4 умели, при n равно 5 умели, при n равно 6 умели. n равно 7, нет, не умели, не получалось совершенно. Более того, мы докажем, что проведенное нами исследование даст, что нужно рассматривать простые. И вот больше никаких многоугольников с простым количеством сторон, кроме треугольника и пятиугольника, древние строить не умели. Здесь все гораздо веселее. Задача, кстати, похожа на предыдущую. Здесь мы произвольно угол делим на 3 обязательно равные части, а здесь мы конкретный угол в 360 градусов делим на n равных частей. То есть здесь как бы здесь вот n гуляет количество равных частей, но угол один и тот же, 360 градусов. А здесь угол гуляет, а количество частей одно и то же, 3. Здесь некоторые углы делились, некоторые нет. Здесь на некоторое число равных частей, вот такой двойной развернутый угол делится, а на некоторое число не делится. И эта задача тоже перешла, значит, в новое время. Гаусс построил 17-ти угольник правильный, но больше он не смог ничего сделать. А вот в это время, время этой революции, было доказано, например, что 7-ми угольник не строится. И вообще было установлено, что те простые числа, при которых строится такой многоугольник правильный, это такие замечательные простые числа, вида 2 в кат и плюс 1. Называются простые числа фирма. Забегая вперед, они на самом деле равны 2 в степени 2 в эльте плюс 1. То есть если степень двойки плюс 1 является простым числом, то можно доказать, что степень двойки тоже является степенью двойки. То есть это двойная экспонента двойки. Об этом всем позже. Все эти задачи мы с вами решим и даже замахнемся на π. Оказывается, это все приводит к некой алгебре. И в частности, вот эта вторая задача приводит к вопросу о том, каким уравнением алгебраическим удовлетворяет число π. То есть можно ли написать какой-нибудь многочлен с целыми коэффициентами? Вот такой вот многочлен, у него все коэффициенты целые. Чтобы π было корнем его. То есть при подстановке в этот многочлен получалось точное равенство. А0 раз единица плюс А1 раз π, плюс А2 раза π в квадрате, плюс так далее, плюс Аn раз взятая π в n равно нулю. В точности равно нулю. Не с точностью до какого-нибудь тепсилона, там очень маленького, а в точности. И теорема заключается в том, что такого многочлена не существует. И вот из этого довольно быстро выводится, что и построить число π циркулемой линейкой нельзя. Ну и естественно приводит к следующей интересной теме, а именно вообще корни многочленов. Но прежде всего про е то же самое. Есть такое замечательное число е, про которое я расскажу в процессе курса. Оно тоже не является корнем никакого многочлена с целыми коэффициентами. По науке называется, что е и π трансцендентны. Вот. Так вот мы докажем это к концу наших вех математики. Докажем, что е и π трансцендентные числа. Ну а кроме того, здесь мостик вообще к корням многочленов. Вот можно ли записать корень многочлена в виде какого-то выражения, в котором будут там знаки плюс, минус, умножить, разделить, извлечение корней, да. То есть провести аналогию к уравнению там ах квадрат плюс bх плюс c, который решает каждый из вас. Их равно минус b плюс минус корень из b квадрат минус 4ac делить на 2а, по-моему. Вот. И этим всех мучает школя, да. Но вот Эворис Галуа, он окончательно прояснил вопрос о том, какие многочлены, ну как бы какие вот, если х будет не во второй степени здесь старший, а в третьей, четвертой, пятой возникает вопрос, какие из уравнений разрешимы. И оказывается, что уравнения третьей и четвертой степени можно решить таким же способом. Это трудно, но мы это освоим. А вот уравнения пятой нельзя по принципиальным причинам. Первым их, в общем-то, вскрыл Лагранж, строго утверждал про это Абель, а Галуа вообще сказал, вот берите уравнение пятой степени. Вот если то, то оно разрешимо, а если вот это, то оно неразрешимо. То и это, это как бы некоторые соотношения на коэффициенты. То есть некоторые свойства самого многочлена, которые определяют, можно ли выписать просто конечную формулу, в которой на выходе будет корень этого многочлена. Эти, с этими, вот задачи вот этого списка, очень родственных задач о нахождении корней и уравнений, потому что и там, и там речь идет о некотором алгоритме. И оказывается, построение цирковной линейки, это тоже, он сводится к алгоритму, в котором действия плюс-минус умножить и разделить сопровождаются еще извлечениями корней квадратных на некоторых этапах. А для решения многочленов разрешается извлечение корней любых степеней и тоже арифметический набор действий. Ну и вот в этом направлении как раз и двигалась алгебра. И полностью вопрос был снят в начале 19 века. И до сюда мы планируем с вами добраться. Это я еще знаю, и это я вам расскажу. Вот так. Ну, в общем, можно потихоньку приступать к выполнению намеченного плана. Продолжение следует...